Всем привет! Меня зовут Дима Глазырин и я сегодня приведу вам общий экскурс на тему того, как работать со стоковым сайтом matpaint.com. Посмотрим, как он устроен и что здесь есть полезного. Изначально, когда вы заходите на основную страницу, то здесь вы видите абсолютно рандомные превью, которые просто могут быть какой-то отправной точкой в ваших изысканиях исходников. Если мы перейдем в верхнее меню, то вначале будет первая кнопочка это latest. Это последние загруженные изображения в данной галереи и здесь, в принципе, как мы видим, последнее загруженное было из Рио-де-Жанейро. Следующая вкладочка artwork guides. Здесь, если вы перейдете, то вы увидите различные туториалы, которые были созданы непосредственно индивидуально для matpaint.com, различными matpaint художниками, артистами. Здесь же вы можете почитать статью на тему того, как это все дело создавалось, из чего скачать psd-шник, посмотреть урок, всякие лайфхаки и тому подобное. То есть много всякого обучающего интересного. Следующая вкладочка image packs. На этой вкладке вы можете найти сборники по различным топикам, ну по различным темам. То есть если вы делаете картинку, которая как-то будет посвящена, не знаю, там Гавайям или Новой Зеландии, допустим, да, то купив вот этот пак, допустим, за 600 кредитов, вы сэкономите 91%, да. То есть если вам нужно примерно, там, не знаю, скачать, там, допустим, 20 исходников довольно крупного размера, то, в принципе, можно уже там смело покупать пак и сэкономите огромное количество денег. То есть здесь это все рассложено по определенным тематикам. То есть, например, я покупал облака, потому что облака, в принципе, так или иначе нужны для любой картинки, да. Определенные паки с горами, потому что горы тоже очень часто везде пригождаются. Следующая вкладочка здесь наверху — это блок. Здесь, опять же, всякие ссылки на полезности, на уроки, на интервью, на, опять же, на статьи. То есть полезный и хороший интересный блок. Дальше здесь справа вы можете видеть поддержку, которая, в принципе, всегда довольно френдли, а также есть вот здесь вот. То есть вы можете написать ваш вопрос на английском, вот, но можете воспользоваться Google Translate. Ребята все равно так или иначе помогут вам совсем разобраться. Здесь еще будет ваш аккаунт, который, ну, в данном случае здесь мой аккаунт, и здесь всякие настройки. В общем, довольно обычная история, ну, там, свода с промокодом и так далее. В принципе, ну, стандартная история с, ну, любого стокового портала или чего-либо. Вот. А если возвращаться непосредственно к самому поиску материалов, то изначально слева вот здесь вот все это дело разбито на категории, ну, основные категории, которые так или иначе нужны. Небо по, там, разным тематикам, то есть штормобои неба, закат-рассвет, ну, то есть это то, что так или иначе очень часто приходится искать. Вот. Или, не знаю, там, Мальдивы. Если вы кликните на картинку, то она откроется в более крупном размере, и здесь вы сможете увидеть дополнительные параметры. То есть здесь вы можете увидеть размер, которые доступны вам для скачивания, какие-то JPEG'и и стоимость в кредитах, то есть в местной валюте. Ну, вот. А очень часто ребята с данного портала подкидывают кредитов на халяву. Это тоже очень помогает. Вот. Вы можете скачать превьюху, которую, в общем-то, можно потом будет просто перекинуть в Photoshop, примерно, там, растянуть и понять, вообще, подходит ли это или нет. Очень крутой момент, тот, который, наверное, недоступен на других стоках, таких как Shutter или еще что-то подобное. То, что вы можете получить исходник в HDR в RAW. Вот. И это очень круто, потому что RAW в 16-бит позволяет вам получить очень много информации. Точно так же здесь вы можете получить изначально картинку с довольно разным уровнем экспозиции. Вы можете сами выбрать. И это тоже очень классная вещь, потому что вот это, ну, изменение экспозиции, оно происходит благодаря тому, что есть изначально исходник в 16-бит. То есть по факту экспозиция меняется в 16-битном изображении, из-за чего это происходит все дело гораздо аккуратнее, чем если вы будете тянуть. Если вы изначально понимаете, там, не знаю, давайте какой-нибудь там шторм, облака. Вот. У вас есть облака. Если вы сразу изначально понимаете, что вам они нужны в гораздо более темном, то есть у вас будет такое грозовое, практически черное небо, то вы изначально можете получить экспозицию на два пункта ниже. И это будет, картинка эта будет содержать гораздо больше информации, чем вы бы тянули вот этот уровень экспозиции кривыми в фотошопе в 8-бит. Это то, что касается здесь. Также, если вы, например, на Шаттерстоке, мне приходится часто открывать кучу-кучу вкладок, либо там добавлять в лайтбоксы. Здесь точно так же есть лайтбоксы, они называются букмаркс. Если, например, я ищу какие-нибудь варианты с грозовым небом, то я могу просто их перетягивать вот сюда. Вот букмаркс. И закладки, да, если перевести на русский, и они, ну, будут довольно быстро оказываться там. Также есть довольно удобная такая история, куда можно добавить какие-то быстрые превьюшки, вот, и отсмотреть галерею с быстрыми превьюхами, вот, для сравнения. А также можно просто кликнуть на вот эту вот звездочку, и она автоматически добавит тоже ваши закладки. Ну, а здесь можно уже непосредственно пройтись, посмотреть то, что вам нужно. Опять же, сравнить это все дело по экспозициям, сравнить по размерам. То есть здесь вот, например, небо 18 тысяч пикселей, то есть прям хватит на очень-очень много всего хорошего. Итак, если нужно что-то специфическое, что, например, не сильно подходит под, ну, под какую-то тематику. Ну, не знаю, там, давайте вобьем горы. Да, то есть русский язык здесь не работает по тегам, поэтому, в принципе, можно пользоваться Google Translate, если вам нужен какой-то конкретный запрос, и горы, это будет mountains. Вот, а горы. И мы видим, что горы у нас изначально появляются такие снежные, вот, а нам нужны, допустим, горы без снега, зелененькие. И тогда мы можем, поставив пробел, затем минус, мы можем ввести минус snow, то есть минус снег, нажать enter, и тогда нам покажутся все горы, в которых отсутствует тег снег, да, то есть все горы без снега. То есть таким образом мы можем, добавляя и вычитая теги, мы можем фильтровать и находить именно то, что нам нужно. Еще одна очень крутая штука, это перспектива, то есть здесь можно выбрать, вот здесь сверху, вот пунктик перспективы, и можно выбрать, это будет вид сверху, то есть, грубо говоря, с какой-нибудь вершины горы, с вертолета, либо это будет довольно низкий угол снизу, либо это будет довольно, там, камера будет довольно прямо расположена, то есть очень удобно, то есть то, чего нету на том же самом шаттере, на других каких-то стоках, то, что это здесь очень удобно. И размер, потому что бывает так, что ты нашел какую-то картинку, и понимаешь, что, блин, не хватает ее размера, и в данном случае можно выбрать, не знаю, только показывать картинки, которые больше, чем 20к, то есть больше, чем 20 тысяч пикселей, и вот, например, Панамрама, есть 21 тысяча пикселей, и это прям очень дофигища, и очень много. И вот таким образом можно, есть шорткаты, вот здесь они тоже написаны, S будет для того, чтобы ввести поиск, K, ой, C, английская, здесь появится вот это вот, ваше быстрое менюшка, такая со сравнениями, там, где вы можете посмотреть то, что вы подбавляли, убрать, нажав на крестик, или если нажмете на звездочку, то это добавится уже напрямую в вашу коллекцию, то есть это такая история с быстрыми добавлениями и просмотрами. Много картинок под водой, и, в принципе, довольно-таки все, что я хотел вам основное рассказать. Спасибо за внимание, пока-пока!